сегодня наверное будет немножко поскучнее чем было в прошлый раз потому что будет там определенная с вашей стороны должны быть рассуждения напряг ну посмотрим итак мы прошлый раз остановились на законе амдала который говорит о том что если у нас не вся программа не весь алгоритм может быть распараллелен то существует определенная не то что трудности но отклонение скажем так нашего графика ускорения возможного от идеального случая мы здесь рассматривали о том что если альфа эта часть последовательного алгоритма то как у нас ускорение к чему стремится ускорение зависимости от степени параллелизации нашего алгоритма если вот часть который не может быть распараллелено составлять например 10 процентов то есть альфа от 0,1 это у нас ускорение сколько бы мы много не брали вычислительных ядер то есть решателей не может быть больше чем десятка то есть это накладывает определенное ограничение на возможное ускорение но на само ускорение влияет не только та часть алгоритма который не может быть распараллелен но еще определенные другие факторы об этих факторах мы сейчас и поговорим второй причиной так ну ка сейчас попробуем второй причиной которая влияет на работает влияет на ускорение является в общем-то говоря та самая сеть которой соединены узлы в кластере поскольку вы будете большей частью проходить mpi то еще раз повторяем 5 в переводе или в расшифровке означает message parser interface то есть это интерфейс передачи сообщений сообщение передаются между процессами вот сами процессы работают на вычислительных ядрах ну если представим в голове что наш кластер состоит из узлов каждое узло это одно вычислительное ядро представим себе именно так и вот на таком ядре вычислительном работает процесс поскольку все процессы они выполняют или решают какую-то одну большую задачу то рано или поздно они должны обмениваться между собой информацией и вот эта информация виде переменных виде частей массивов она передается между узлами то есть между вычислительными ядрами то есть между процессами и она передается по какой-то сети эта сеть называется интерконектом и она конечно же будет влиять на вообще время работы программы почему потому что она требует время для передачи сообщений вот рассмотрим это влияние здесь сейчас мы на этом занятии мы будем рассматривать времена затрачиваем программой в теоретическом плане то есть мы будем представлять о том сколько примерно тратится времени на вычисление какого-то числа то есть мы будем говорить о времени выполнения какой-то арифметической операции конечно мы не будем учитывать на самом деле время затрачиваем на организацию цикла либо на времена считывания переменных из оперативной памяти потому что в целом это никак рассмотрение без этого рассмотрение просто какой-то арифметической операции в целом не накладывает каких-либо ограничений и вообще позволит нам определить характеристики алгоритма то есть это не помешает нам это сделать вот поэтому мы там и архитектурные особенности какие-то не будем рассматривать и вот если говорить о время о временах расчета ну мы просто будем например перемножать количество арифметических операций на время одной операции вот тау-ц это время одной операции c это calculation то есть тау-ц это время выполнения чего-то не будем тоже вдаваться в подробности что там умножение это больше по времени чем сложение деление больше чем умножение так далее просто мы делаем какие-то определенные оценки и в целом говорим о том как алгоритм работает вот а вот когда вы будете на семинаре там вы можете уже измерять времена реальное время работы программы примерно будет то же самое конечно что-то будет отличаться но целом поведение алгоритма или вашей программы должно соответствовать теоретическому рассмотрению в этом весь и смысл и так вы будете измерять как раз ускорение алгоритма и вообще говоря в первой задачи у вас алгоритм будет практически полностью распараллелили то есть там альфа будет но не очень большой понятно там будет какие-то определенные действия направлены на выделение памяти организация тех же циклов нельзя распараллелить но большая часть нагрузки вполне подвержена распараллеливание поэтому ожидается что альфа будет маленький не очень большой но так или иначе у вас при различных запусках могут быть различия в ускорении и вот на это влияет как раз сеть interconnect да здесь скорость программы сейчас мы к этому как раз об этом поговорим естественно не в километрах в час а в чем-то другом что значит скорость программы и так если вы вспомните определение ускорение то она была вот в прошлой на прошлом занятии на прошлой неделе ускорение напоминает отношения времени работы программы на одном вычислительном ядре ко времени работы программы на нескольких вычислительных ядрах это основная характеристика вашей программы параллельной программы и вот это наверное связано с вашим вопросом что такое скорость работы программы здесь не сама по себе или скорость, или на самом деле время работы программы интересно, а интересно ускорение, которое достигается при работе вашей параллельной программы на какой-то многопроцессорной машине. Нужно просто понять, с чем оно сравнивается. Это время меньше по сравнению с чем? По сравнению с временем работы на одном ядре, то есть со временем работы последовательного алгоритма. Мы сейчас тоже оставляем за скобками, лучший ли это алгоритм или не лучший. Вообще можно сравнивать с лучшим последовательным вашу параллельную программу, потому что не самый лучший последовательный хорошо параллелится, я об этом тоже упоминал. На самом деле ваша параллельная программа, которая может достигать хорошего ускорения, она может быть основана на каком-то другом последовательном алгоритме, не самом лучшем, но при этом показывает хорошие характеристики по ускорению. Но в данном случае у вас будет одна и та же программа, если говорить о практических занятиях, и поэтому вы будете сравнивать именно саму программу с собой, просто запущенная на разных вычислительных ядах, на разном количестве. Вот на этом давайте остановимся пока что. Итак, допустим, требуется посчитать сумму массива. Что у вас будет? Ну вот у вас массив из n элементов. Если n достаточно большое, то время работы на одном ядре можно оценить примерно как перемножение количества элементов на количество выполняемых арифметических операций. Здесь мы, конечно, поточнее, мы не можем все учесть. И здесь вот n-1 вообще теряется на фоне, возможно, других каких-то накладных расходов, в том числе и на фоне количества. Теперь, если у нас все эти, а у нас эти все операции независимые, поэтому мы можем, вообще говоря, посчитать отдельные частичные суммы на отдельных решателей. И вот таких решателей, то есть вычислительных ядер, может быть P, как processes. Поэтому в идеальном случае у нас время просто делится на P. Так? И получается, что у нас n-тауц поделить на P. Это в идеальном случае. Нам требуется рассмотреть еще влияние интерконнекта. То есть как сеть влияет на наше время, на наше ускорение. К этому времени расчета, то, что нам посчиталось, нужно прибавить время передачи сообщений. Зачем это нужно? Потому что частичные результаты, они будут находиться в памяти каждого из процессов. А нужно будет получить кому-то одному. Мы представим сейчас, что эти процессы одновременно ему передают. Идеальный случай. Сейчас, одну секунду. Они одновременно передают, и множество посылок, их будет тоже P-1, но пусть будет их P, неважно. Они одновременно происходят, и поэтому время, затрачиваемое на передачу, будет TAU-S. S это Sending. Да. Немного конкретного значения в голове. TAU-C это время выполнения одной операции сложения. Да. А TAU-S это время... Передачи. Передачи информации. Нет, просто одной передачи. А почему тогда такая формула? Я только что об этом сказал. Вы когда тянули руку, вы, наверное, немножко отвлеклись. Почему она одна, а не множество объемных соединений? Потому я говорю, что они одновременно это делают. Представим, что они делают это одновременно. Если они делают это одновременно, значит, это затрачивает... Просто представим, что сейчас они происходят, передача одновременно. Не последовательно они передают. Но если они это происходят, передача происходит одновременно, значит, это затрачивает время одно. Ну, смотрите, вот, например, хорошо, просто вы стреляете из лука. Вот если один раз стрельнули, полет стрелы будет Тау. Если 10 лучников стоит и стреляет на одно и то же расстояние, сколько будет время полета всех стрел, если они летят одновременно? Сколько? Тау. Вот это примерно то же самое. О том, что если это будет не одновременно, мы дальше пойдем, сегодня это рассмотрим. Как организовывать пересылки? К этому мы вернемся. Но сейчас пока для оценки, пока Тау-С. Хорошо? Отлично. Итак, у нас добавляется какая-то величина. Тогда у нас ускорение Т1 поделить на вот это ТП. Получим вот следующую формулу, делим просто на Н Тау-С, тут единичка, тут единичка. И здесь у нас получается вот такая дробь в знаменателе. Вот смотри, теперь если Тау-С равно 0, у нас нет интерконнекта, то наше ускорение равняется П, превращается в идеальный случай. Но у нас Тау-С не равняется 0. Возникает вот такая дробь. Н это наша задача, то есть сложность нашей задачи. А вот Тау-С на Тау-С это как раз характеристика вычислительной машины. Тау-С это характеристика временная интерконнекта, а Тау-С это характеристика временная вычислительного ядра. Насколько быстро оно считает. Ну вот давайте оценим влияние этого интерконнекта. Значит нам нужно оценить вот эту дробь. Но это делается не очень сложно. Как можно оценить? Вот смотрите, это характеристики интерконнекта, ну не современного, несколько лет назад, но примерно не сильно они стали быстрее. Значит в основном существует таких две основные сети, которые называются Ethernet и InfiniBand. Сейчас используется InfiniBand, она побыстрее, но это тоже для оценки никак нам не испортит картину. Значит что здесь, какие у нее характеристики основные. Первая характеристика это латентность. Здесь она есть, как пример для Ethernet это 50 микросекунд примерно, а для InfiniBand 3,5 микросекунды. Латентность это характеристика сети, о чем она говорит. Это время задержки между инициализацией пересылки и фактической пересылкой. Начало фактической пересылки. То есть мы говорим, нам нужно переслать что-то. Начинает идти время, пересылки не идет, время тратится, а потом спустя какое-то время латентности у нас начинается физическая пересылка. Как видно здесь. Потом у нас есть еще пропускная способность. То есть сколько за единицу времени мы можем передать мегабайт или килобайт. Вот здесь видно, что с увеличением размера данных для Ethernet время растет, а для InfiniBand это время растет, но не очень сильно. Поэтому передача нескольких килобайт на самом деле сильно на время не играет. Поэтому мы можем сделать в качестве оценки латентность. Нам это будет достаточно. Еще раз формула. И вот смотрите. Теперь, если у нас вот этот вот параметр дроби, он если порядка единицы, то у нас очевидно ускорение будет меньше единицы. То есть мы его на самом деле особо не рассматриваем, потому что здесь бессмысленно использовать эту машину. Она слишком медленная для нашей задачи, потому что АОС очень большое получается. Нам интересен случай, когда у нас все-таки немножко сеть побыстрее. Итак, про InfiniBand мы договорились, что будем брать латентность. И латентность здесь у нас 5 микросекунд. Значит, вот такая оценка для АОС получается. Оценка для времени передачи. Это вполне нормально, потому что килобайт это тысяча байт. Ну, вы можете посчитать, сколько можно там передать, какой размер массива за какое время. Но если мы передаем одну, две, десять переменных какого-то даже целого типа, или даже дабловского типа, то у нас вполне это все укладывается в оценку. Теперь нам нужно оценить ТАОС. Это тоже несложно сделать. Правильно? Как можно сделать эту оценку? У нас есть частота игра. Да, тактовая частота процессора у нас есть. Ну, этого тоже вполне достаточно. Можно ее принять как основу. Считаем, что за один такт у нас произошла какая-то одна арифметическая операция. Какие частоты можно использовать? Ну, например, один, но поскольку у нас здесь пять, для удобства просто возьмем два гигагерца. Это неважно тоже особо. Если мы возьмем два гигагерца, то время вычисления одной арифметической операции будет обратной величиной от нашей частоты 5 на 10 минус десятой секунды. Ну, это очень маленькая величина, да? Но теперь давайте подставим все эти значения вот в эту дробь и получим, что у нас, если одно на другое поделить, то это отношение 10 тысяч получается. То есть у нас сеть, она медленнее, чем сам процессор, в 10 тысяч раз в наших оценках. Сейчас сети побыстрее, может быть, тысяча будет, но так или иначе это составляет несколько порядков. А теперь смотрите. Если у нас вот эта дробь хотя бы порядка единички, то оказывается, чтобы такое было при таком соотношении времен, нам нужно, чтобы n было тоже примерно такого же порядка. То есть n будет порядка 10 тысяч. То есть для того, чтобы у нас получить ускорение хотя бы около единички, величина нашего массива должна быть хотя бы тоже 10 тысяч элементов. И мы не рассматриваем там никакие другие накладные расходы, только сложение и вот пересылка и то, и пересылка одновременная. Значит, о чем это говорит? Какие отсюда выводы можно сделать? Первый очевидный вывод – это то, что наша сеть все-таки влияет. Потому что если бы не было влияния, у нас не было бы вообще никаких ограничений на сложность нашей задачи. Это первое. Второе. Если у нас есть какая-то машина, то на ней нужно решать, вообще-то говорят, довольно-таки сложные задачи. Вот представим, что здесь будет n 10 в шестой. Сюда подставляем, здесь вот эта величина будет 10 минус 2. Но она хотелось бы, чтобы была как можно меньше, поменьше, чем вот эта 1 на p. Если p там 10, ну вроде нормально. Если p 100, уже не очень хорошо. То есть когда у нас p 100, это будет соизмеримой величины. Поэтому можно еще сделать меньше. Как меньше сделать вот эту дробь? Увеличить n. То есть все больше и больше сложной задачи. Чем задача сложнее, тем лучше будет параметр ускорения. По идее, это в качестве лабораторной работы вам нужно будет провести на семинарах. У вас одна и та же будет программа, и нужно будет просто менять входящие параметры вашей задачи, менять ее сложность. И смотреть, как будет меняться график ускорения. Если же мы хотим хотя бы, ну хотя бы s равно p пополам, то что должно? Ну просто подставляем эту величину в нашу формулу. Тогда оказывается, что вот эта дробь у нас будет порядка 1 на p, что оказывается, что n будет p умножить на 10 тысяч. Как я уже сказал, если десятка, p равно десятке, то значит вот это 100 тысяч, а если p равно 100, значит n должно быть равно миллиону хотя бы. Хотя бы миллиону. Ну и соответственно, чем больше ускорения, тем нужно побольше взять n. Какие здесь вопросы есть? Если нет вопросов, тогда следующий. Есть один вопрос. Да, давайте. Если мы рассчитаем, как мы сейчас, довольно часто, если я правильно понимаю, когда речь идет о проливе впечатления, обычно сами, условно, компьютеры, которые, или процессоры, которые используются для них, слабее, чем те, которые используются для, если нужно что-то посчитать на 1-2-шем. На каком? Ну, типа, на последовательном. На последовательном? На последовательном, да. Ну, во-первых, смотрите, я думаю, что это не совсем так бывает, потому что бывает и… Короче, смысл такой. Первое. Когда вы приходите на какую-то удаленную машину, скорее всего, она сделана не вчера, а несколько лет назад, скорее всего. Потому что как только вложили какие-то средства, то вообще хотелось бы, чтобы они работали как можно дольше, дольше, дольше и получать от них какую-то отдачу. Соответственно, этой машине уже несколько лет, скорее всего. Вот, скорее всего, на тот момент, когда она была создана, эти процессоры были нормальные. Они были на современном уровне, они были современными. Но когда прошло уже даже 2-3-4 года, и вы купили, например, свой ноутбук вчера, то, конечно же, современный ноутбук даже, он будет процессором, может быть, мощнее, чем то, что было 5 лет назад. Это вполне очевидно. Второй момент, что при создании такой машины все, опять же, ограничивается какими-то финансами. Ну, например, тот делал машину, у него есть какой-то бюджет, ну и он ориентируется на него. Сколько он может купить процессоров, ну и всю остальную обвязку, инфраструктуру на этот бюджет, и начинает размышлять. Купить мощнее процессоры, их должно быть поменьше, либо взять побольше по количеству, но они будут не такими мощными. И вполне возможно, что он изберет именно второй вариант. Взять побольше, но они могут быть не самыми мощными на тот момент. Но, опять же, даже если он будет это делать сегодня, то вполне возможно, что ваш ноутбук будет один. на одном, один процессор будет мощнее, чем процессор на той машине, которая строится. А потому что эти оценки, скорее всего, можно левать в голове, но не стоит считать, что они будут сколько-то аккуратными в реальном случае. Ну, в целом, смотрите, конкретные числа, да, но в целом такое наблюдается. Это неважно, это просто будут другие цифры, другие показатели. Ну, естественно, идет прогресс, и, может быть, там, через 5-10 лет, но, условно говоря, эта дробь будет не 10, и сейчас 100. Но, так или иначе, эта сеть будет все равно медленнее, чем сам процессор. Просто цифры другие. Но это, да, это будет лучше, конечно, к этому все стремятся, чтобы сеть делать побыстрее. Но даже, скажем так, шина, которая считывает данные с оперативной памяти, она все равно будет медленной по сравнению с самим процессором. Поэтому здесь паритета не будет. А мой вопрос. Что вы думаете лучше? Несколько процессоров послабее или поменьше процессоров, или посильнее? Зависит от задачи. Здесь так просто, очевидно, не ответишь. Если, ну, к примеру, просто пример такой. Если предполагать, что будет много народу работать, то хотелось бы, чтобы, скажем, будет 10 процессоров или 100, и 10 человек. Ну, наверное, 10 процессоров. Ну, я не знаю. То есть, наверное, чтобы, если много народу, то лучше бы побольше процессов, чтобы каждый народ, ну, там, каждый человек сидел и что-то делал. Пусть это будет дольше, его задача решается, но зато все они. А если у вас один человек, ну, или там два человека, ну, наверное, они могут как-то договориться использовать меньшее количество. Здесь просто так не скажешь. Еще какие задачи решаются? Здесь это... Какого-то алгоритма или рецепта на все случаи жизни, наверное, не существует. Это по обстоятельствам. Ну, и вообще, от человека зависит, что ему больше нравится. В целом, конечно же, там за одни и те же деньги, наверное, можно купить машину и в том, и в другом случае одинаковой производительности. Ну, наверное, или примерно одинаковой производительности. Здесь, наверное, разницы особо не будет. Ну, хотя где-то, может, комплектующими и можно пожертвовать какими-то. Вот в целом, наверное, разницы не будет. Ну, вот такие рассуждения. Ну, плюс, наверное, если это какая-то обвязка, может быть, чем дешевле, тем, может быть, меньше надежность. Здесь еще надежность на это смотреть. Потому что машина будет работать круглосуточно и месяцами, годами должна, по идее. Поэтому здесь еще нужно... Ну, много факторов, в общем. Трудно сразу не скажешь. Еще есть вопросы? Так, давайте тогда перейдем вот к третьей причине, которая может влиять на ускорение. Здесь немножко будет формул и некая физическая задача, но на саму физику можно не смотреть, можно смотреть просто на уравнение. Этого будет достаточно. То есть смотрите просто на формулу и все. Но задача... Ну, и почему? Потому что здесь вот что важно. Скажем так. Ну, давайте я расскажу, а потом на этом заострю внимание. Значит, задача просто это нагретый стержень, представим себе горячий, и к двум концам одномерная задача, самая простая. И слева и справа к нему подсоединяются холодные резервуары, имеющие другую температуру, скажем так, ноль, а стержень нагрет до температуры 1. Ну, все мы знаем из нашего жизненного опыта. Что будет происходить со стержнем? Охлаждаться. Как будет охлаждаться? Постепенно, с двух сторон. Слева и справа. Температура здесь будет и здесь будет быстрее падать, а вот падение температуры к центру, оно произойдет несколько позднее. У это температура. Почему она 0? Ну, 1. Ну, модельная задача. А почему? А какое другое? Любое другое значение, это не важно. Можно еще раз так объяснить. Смотрите. Синяя это температура. 0 резервуар. 1. 0. Синяя это температура. Обозначил ее буквой У. Я так захотел, потому что Т у нас за время отвечает. Трудно, чтобы не спутать. Л это единичка. От нуля до единицы. А у это температура. Синяя это график температуры. Все. И потом он будет как-то таким кулакообразным. Вот такая задача. Каким уравнением описывается изменение температуры со временем? Вот таким уравнением, дифференциальным уравнением. Я не знаю, нормально это или нормально? Хорошо. Теперь, для того, чтобы решить на машине, его нужно представить в виде, то есть каждую поразводную нужно представить в виде конечной разности. У вас, не знаю, было или не было, но вот это производная представляется вот в виде такой конечной разности. Производная второго порядка представляется вот такой. Ну, откуда вот это берется? Что такое производная? Производная это предел вот такого отношения, когда Тау стремится к нулю. Так? Мы убираем, то есть это будет торжественно равно. Мы теперь убираем этот лимит, то есть предел, и получается примерно. Наша производная равна вот такой разности. Это называется конечная разность. Почему? Потому что она не бесконечно малая. Она имеет какую-то конечную величину. Ну, а вторая производная, это разница двух вот таких производных, если сюда поставить там и плюс один. А, ну да, верхний индекс отвечает за время, если вы не в курсе. Нижний индекс отвечает за дискретизацию по пространству. То есть N — это текущая температура в настоящем, N плюс один — это то, что нужно найти в будущем. Если мы рассматриваем какую-то точку I, какое-то одно, то I плюс один — это точка правее, если у нас ось направлена вправо, то I минус один — это левее. И вот здесь H — это размер шага по пространству. Тау — размер шага по времени. Ну, это дельта Т часто обозначается, а это дельта Х. Это равнозначное. Ну, вторая производная получается как? Вот эти две производные. То есть здесь будет I плюс один минус I, а вторая производная I минус I. И минус один. Ну, и вот получается вот такая формула. Разница двух производных, деленная на H тоже. И получается, что здесь H в квадрате, а здесь разница производных. Ну, в общем, подставьте, получите. Беспредела получается примерное равенство. Ну, теперь мы эти конечные разности подставляем сюда, потому что именно конечные разности используются машиной. Получаем вот такое уравнение. И теперь это самое простое уравнение. Это называется явная схема, когда слева от равно у нас одна величина, которую нужно найти, а справа от равно у нас получается те величины, которые известны в данный момент времени. Вот нам теперь нужно выразить вот эту неизвестную. Вот так мы ее выражаем. И получается у нас формула для вычисления температуры в будущем, если у нас известна температура в настоящем, в разных точках. А у нас известны температуры. В самом начале они все единички, поэтому в любой момент времени, то есть последовательно, мы можем решать эту задачу и каждый раз на новом шаге по времени находить все распределение температур. И вот, значит, здесь, правда, есть определенные там условия, но это если будете там решать, вот на этот множитель, это называется условие куррента Фридрикса Леви, или коротко, условие куррента. Если у нас вот этот Тау, или вот этот множитель будет меньше половинки, 0,5, то у нас схема будет устойчивая. Если больше, то она будет неустойчива, но это пока особо вас не должно касаться. Ну и здесь коэффициенты, как они называются. Это коэффициент температуры проводности, шаг по времени, шаг по пространству. И шаблон разницы схемы выглядит вот так. Это нужно знать, нужно представлять в голове. Интересно было бы это представлять в голове. Почему? Потому что есть одна тонкость. Почему рассматривается именно такая задача? Так вот, еще раз, для того, чтобы найти температуру вот в этой точке I, нам нужно знать температуру в этой же точке I, в настоящем, и в соседних точках. И вот здесь оказывается как раз та самая тонкость. Почему рассматривается как модельная именно такая задача, и почему вообще рассматриваем? Видите, что у нас шаблон именно вот такой. Поэтому у нас есть определенные зависимости по данным. У нас, если мы теперь собираемся решать эту задачу на множестве вычислительных ядер, то у нас нельзя просто так взять и поделить нашу область рассмотрения на части, как это было, вот, например, в сумме массива. Почему? Потому что у нас вот есть эти зависимости. Вот, допустим, есть у нас вот этот стержень, и, допустим, есть один из точек, в которых мы смотрим температуру. Ну, мы смотрим на концах маленьких отрезков. Поделили, дискретизировали нашу область расчета, она простиралась от нуля до единицы. Если мы на 10 отрезочков поделим, у нас будет 10 отрезков, и H будет равно 0,1. В том, просто договариваемся или там, условно, где смотрится температура в центрах этих отрезков или на краях. Это не важно, на самом деле, это просто вопрос договоренности. Но здесь я захотел, например, взять с краев. Получается у нас один из точек. 9 внутренних и 2 граничных. На граничных точках нолики будет, ну, а в центре там как-то будет температура распределена. И что дальше? У нас получится 11 температур. Это тоже хорошо, это нечетное количество. Почему? Потому что нужно сейчас будет подумать. Если мы собираемся решать на двух ядрах, то как нужно поделить вот эти точки по процессам, чтобы они примерно, ну, нагрузка у них, наверное, была примерно одинакова. Это мы рассматриваем сейчас статическую балансировку нагрузки, так и называется. Как нужно поделить 11 на 2? По серединке, по 2. Ну, сколько будет температур к одному относиться, процесс, а сколько к другому? По серединке это слишком община. Это будет 12. Нам же нужны боковые точки. Вообще говоря, вопрос, как вылить баланс? Тогда будет 9. Мы сами на него ответили недавно, когда показывали нам схему. Нельзя просто взять и делить его баланс. Но как-то это нужно решать задачу? Я хочу, например, поделить первому первые 8 отдать, второму вторые 8 отдать. Только здесь 11. 8, 8 – это 16. Ну, я думаю, вы догадаетесь, что я имею в виду. Я, может быть, и догадываюсь, но все-таки… Ну, я, наверное, не понял сам, да, хорошо. Без пересечений, хорошо. Да. Специально для вас. Как поделить пополам, но без пересечений? Потому что пересечения здесь, они будут, ну, бессмысленны. Ну, конечно. А если сделать по черту? Такое, в принципе, возможно, но это будет… В дальнейшем вы поймете, что это будет не совсем оптимально. В плане… Я об этом еще не сказал, но сразу скажу, что это будет не оптимально. Так можно было сделать для расчета, там, когда мы сумму массива рассматривали, типа расчесочкой такой. В принципе, можно. Но здесь это не очень хорошо будет. Мы не знаем ваш вопрос. Мы не знаем, почему вы идете. Поэтому можно дурацкий ответ. Например, первому отдать 6, потом отдать 5. Это не дурацкий, это самый лучший ответ. Поэтому я сказал, что вы задаете этот вопрос. Мы думаем, что он слаженный. Нет, он простой. Я задаю простые вопросы. Может, мне еще соседние знать? Ну, да. По первому 7 до второму 6. Вот мы сейчас к этому вернемся. Это не обязательно знать соседние. Сейчас мы поймете, почему. 6 и 5 – это правильный ответ. Но он правильный в одном случае. Он правильный в одном случае, если у нас эти вычислительные ядры примерно одинаковой мощности. Вычислительные. Если же они у нас различны, то вполне возможно, что можно сделать 8,3. Поделить на 8,3. 8 – это если быстрее процессор работает. Ну, просто гипотетическая ситуация. А 3 – который помедленнее. И вот нужно, можно уже заранее там распределить. Ну, скорее всего, это просто гипотетическая. Просто это маленькая такая ремарка. О том, что мы делим примерно одинаково. Мы не можем 5,5 отдать одному 5,5 другому. Поэтому это целые числа. Поэтому, чтобы разница была плюс-минус 1. Это нормально. Да, вопрос. То есть, получается, мы берем соотношение. То есть, мы у нас соотношение произведительности. Ну, если они равные, то, значит, примерно и на равной части нужно делить. Но еще раз. Чисто на равную поделить не можем. Целые числа. Поэтому, как можно ближе к равности, нужно бы поделить. 6 и 5 – это будет хороший ответ. Получаем, что 6 – температура у нас относится к процессу номер 0. И 5 – температура к процессу номер 1. Номера процессов, они нумеруются в MPI, начиная с нуля. Если у нас два процесса, значит, их номера будут 0 и 1. Это называется ID процессов. Ну, это, грубо говоря, имена, чтобы можно было в случае чего обращаться к процессам. 0 и 1. Если их 7, значит, от 0 до 6. Максимальное число будет – это размер. Обычно оно обозначается как size. Size – минус 1. Если у нас 2, size равно 2. Думаю, значит, у нас номера процессов будет 0 и 1. Все. Поделили, договорились. Теперь процесс номер 0 вычисляет температуру в 6 точках по той формуле, которая была на предыдущем слайде. Просто берет и вычисляет. А процесс номер 1 вычисляет температуру в 5 точках. Все бы хорошо, но, как говорится, но. Что но? Почему но? Я не могу говорить, что вычислять нужны точки из другого процесса. Да, абсолютно верно. Вот смотрите, у нас есть эта воображаемая граница. Это к одному процессу относится, это к другому. Теперь накладываем сюда шаблон и видим, что для того, чтобы посчитать температуру вот в этой граничной точке, нам нужно бы знать температуру вот в этой точке. Но процесс 0, об этом не зная. У него нет доступа к оперативной памяти процессу номер 1. Поэтому здесь нужно сделать пересылку от первого процесса к нулевому. И когда нулевой получит эту температуру, он сможет, у него будет вся информация на текущий момент, и он сможет посчитать в будущем. Ну и точно так же относится к процессу номер 1, вот здесь. Ему неизвестна температура в точке 6, ему нужно ее получить. Это можно сделать с помощью отправки сообщения. Сообщение — это отправка данных. В данном случае отправка правильной температуры. Так? Все. Но дело в том, что почему этот, еще раз, пример рассматривается, потому что здесь есть производная, а это значит, что у нас есть некие зависимости по данным. То есть минус 1, плюс 1, имеется в виду i-1, i-1. И когда у нас есть производная, и мы их приближаем разностями, то это будет наблюдаться. То есть у нас не просто данная независимость, независимая внутри, все нормально, а вот на границах вот есть такой нюанс. Так, перерыв, да? Ну, давайте 5 минут сделаем. Давайте продолжим. Ну, коротко скажу о том, как это обычно делается. Ну, во-первых, когда у нас рассматриваются какие-то граничные условия, то делаются фиктивные ячейки дополнительные, в которых не идет расчет. Здесь они показаны таким штрихпунтиром. Ну, и на воображаемой границе между процессами тоже делаются такие фиктивные ячейки. И вот в эти фиктивные ячейки, они являются частью массива, но расчетом не идет, пересылается значимая, то есть настоящая температура из других процессов. Вот так. Такая перекрестная пересылка. Ну, и тогда вот в этом квадратике, который с сплошными линиями, можно посчитать температуру, потому что после пересылки здесь будет правильная температура. И тогда единообразно для всех процессов. У каждого процесса нужно представлять, что будет название массива одинаковое. В принципе, в самом лучшем случае, как это может быть реализовано, массивы начинаются от нуля до количества элементов. Это количество элементов сидит в какой-то переменной. Ну, в общем, просто идет один блок программы, который относится ко всем процессам. Тут просто разные данные лежат. Ну, ладно, это детали. Главное, что нам нужно сейчас рассмотреть. Вот это более частно, как влияет, помимо закона Амдала, помимо интерконнекта, как еще влияет способ налаживания этих пересылок на ускорение. Это тоже важно. И рассмотрим один из методов параллелизма, параллельных вычислений. Это называется геометрический параллелизм. Он был применен и для расчета суммы массива. В чем его смысл? В том, что тоже очень все просто. Наш стержень, в котором хранятся температуры, ну, в общем, стержень, мы проецируем этот наш стержень в программу в качестве массива, в котором хранятся температуры. Этот массив делится на части. Можно представить, что и наш стержень в геометрическом смысле, когда он находится в реальности, пилится на кусочки. Каждый кусочек рассматривается в каждом из процессов. Вот это геометрический параллелизм. Больше ничего сложного нет. Ну, и получается, что, например, если у нас есть массив из N точек, N точек, Тауцея — это, грубо говоря, вычислить одну температуру. Уже не одна арифметическая операция, их несколько, но это время, затрачиваемое на вычисление одной температуры. Мы делаем оценку. Как, что, на что влияет. И К — это количество шагов по времени, которое нужно пройти для того, чтобы понять распределение температуры на какой-то момент времени. То есть N — это точек, то есть количество шагов, грубо говоря, по пространству. К — это количество временных шагов. Таким образом, Тау-1, то есть время, затрачиваемое одним ядром, на полный расчет КН Тау-Ц. По времени, N — по пространству, Тау-Ц — время вычисления одной температуры. Так? Теперь, когда мы делим на П, в данном случае здесь 7, просто держим в голове 7, на П процессов, то у нас получается следующее. Ну, это схема просто тех же самых пересылок. И вроде как мы, вот эта каждая такая стрелочка, переслать данные, на самом деле в терминах MPI состоит из двух функций. Такая стрелочка — это MPI send, называется, отправить сообщение, а вот такая галочка — это MPI receive, receive, принять. Ну вот, смотрите, получается, что вот на таких границах между процессами у нас получается одна пересылка, это значит две функции. Но в итоге такая одна пересылка, она занимает время Тау-С. Для того, чтобы правильно описать, вернее, правильно посчитать все распределение температур, каждый из процессов должен, в первую очередь, что? Отослать на левой границе свое значение и принять слева. И на правой границе отправить, вот здесь отправить и принять. То есть два своих граничных значения отправить влево-вправо. Ну, лево-вправо — это тоже-таки жаргон в некотором смысле. Когда мы рассматриваем вот так схему пересылок, то обычно справа у нас оказываются процессы с номером. Этот номер еще называется рангом. С рангом на единицу больше, а слева у нас оказывается с рангом на единицу меньше. Мы, если так и договоримся, то оказывается, что вправо — это значит нужно переслать процессу с рангом на единицу больше, а влево — это с рангом на единицу меньше. Потому что на картинке это видно. Лево-право. Так, и принять опять же слева-справа для того, чтобы нам сделать расчет в этих граничных точках. Ну, вроде как получается, что у нас 4 пересылки, и вроде как они должны быть как раз друг за другом. Вот здесь процесс. Почему он друг за другом? Потому что мы рассматриваем здесь называется пересылка с блокировкой, блокирующая пересылка, MPI-Send, например. Это говорит о том, что пока происходит передача данных, у нас этот процесс и тот процесс, который принимает данные, они заблокированы на приеме или пересылке. И ничего другого не делают. Поэтому они могут только переслать один раз, после этого они могут перейти, этот процесс может перейти к приему или к передаче следующего сообщения и так далее. Здесь у нас идут как раз пересылки последовательно. И время какое получится? Вот это время деленное на P плюс 4 пересылки. Раз, два, три, четыре. Их какое будет количество? ТОС время одной пересылки. На одном временном шаге это будет 4 ТОС, а всего временных шагов K. И получается 4K ТОС. Ну, вроде как, из схемы того, что мы видим, это вроде должно так быть. Но, как это будет в реальности, на самом деле, когда вы будете это реализовывать? Давайте посмотрим. Здесь пока понятно? Замечательно. Идем дальше. Значит, можно ли такое получить в реальности-то или нет? Давайте посмотрим первый вариант. Значит, у нас есть 7 процессов, номера у них или ранги от 0 до 6, 6 это максимальные, вот схема пересылок, и как можно это сделать схему? Ну, давайте так. Первый вариант. Каждый из процессов делает следующее. Сначала пересылает влево. Ну, кроме нулевого, потому что у нулевого нет левого соседа. Нет ранга меньше нуля. Значит, все они пересылают влево. Потом. Все пересылают вправо. Нулевой пересылает вправо. Здесь вот номера процессов, а здесь итерации, то есть шаги. Ну, поскольку это пересылки, то это еще и шаги по времени получают. Сколько это раций временных для налаживания пересылок будет наблюдаться. Значит, все вправо, кроме последнего. У последнего нет соседа справа, потому что у него номер максимальный. Потом. Это идет обмен. Ну, в данном случае вот у этого на левой границе и вот здесь вот для этого, для каждого отчета на левой границе. Ну, ладно, пока не верну. Потом все они принимают справа, а потом все принимают слева. Получается вот такая схема пересылок. Просто мы берем все, все отправили, а потом все получили. Ну и вообще говоря, на каждой границе должно быть по две стрелочки и по две галочки. Ну, вроде все это наблюдается. Две стрелочки, две галочки, две стрелочки, две галочки. Это значит, что мы направили, переслали влево-вправо и получили от лева-вправо на каждой границе. Теперь вопрос. Сработает ли эта схема? Вы там что-то говорили про то, что когда процесс что-то начинает делать, он блокируется. Да, мы рассматриваем здесь, просто есть еще неблокирующие операции, но это всегда можно сделать, неблокирующие операции. Но по сути, все можно сделать, все-все операции, что можно сделать и неблокирующими, можно делать и блокирующими операциями. Но когда мы рассматриваем блокирующие операции, мы можем почувствовать разницу при применении того или иного алгоритма. Когда неблокирующие операции, они нивелируются. Я сейчас об этом не буду говорить. Да, поэтому мы рассматриваем блокирующие операции как самый простой, самый, ну, первый способ, который вообще рассматривается, самый первый функции. И на них можно почувствовать разницу реализации алгоритмом пересылок и тогда и так операция у нас блокирующие то есть при приеме или при передаче процесс блокируется на этом приеме или передачи и другие никакие операции не выполняет давайте порассуждаем так хорошо тот это какой давайте по номеркам вы правильно рассуждать друг другу да они да это верно это получается взаимная блокировка называется дедлог или классический тупик когда они собираются что-то отправить друг другу но никогда эти пересылки не закончится потому что каждый из них не может принять они заблокированы оба на перри на пересылки принять не могут просто программа ваш зависит оба эти процесса будут ждать друг другу но остальные тоже все подзависнут потому что никакой из этих процессов не сможет дождаться окончания пересылки потому что этого не произойдет никогда это правильно тупик да и время у нас будет бесконечным время наших пересылок и время собственно работ нашей программы какое будет ускорение нулевое вариант номер один написано наверное будет еще какие-то вариантики у нас есть функции mpi мы ими пользуемся есть блокирующие в принципе это пройдет если вы воспользуете не блокирующими функциями это пройдет но опять же разницу мы не почувствуем не почувствуем не почувствуем разницу в реализации давайте это все 다ки попробуем сюда прийти почувствовать а потом уже будем там будете работать когда надо с чем надо с этим тоже можно все делать теперь как избежать этот тупик нужно просто поменять местами прием и пересылку вот например в 0 если мы поменяем местами то 0 примет ну вообще везде нулевой примет значит эта пересылка закончится и вот если мы везде вот эти стрелочки поменяем местами то после переправки влево первый начнет не отправка вправо прием ну как он вот эти вот прием справа ну и все у нас разрулится как говорится да мы избавимся от этой проблемы просто тоже приемов может быть раз например использование не блокирующих пересылок либо использование там совместной на функции приема-передачи такие тоже есть но один из самых простых способов это переставить местами center и сив соответствующие но давайте сделаем это будет вот вариант 2 все отправляют влево как у нас в первом случае а потом нужно сделать прием для каждого из процессов ведь у нас получается пары приема и отправки и вот всегда нужно опять же мыслить именно в этой в этой парадигме если где-то есть отправка значит обязательно где-то нужно сделать прием если какой-то у вас процесс принимает то значит где-то должен второй процесс сказать с каким он коммуницирует отправить в общем нужно всегда мыслить парами не просто все отправляют а нужно искать пары нужно делать пары и так мы сделали пары приема и отправки прием у каждого из них и отправка всех остальных чтобы нас не было тупика пока мы так а я хочу так кто мне запрещает а потому что у нас блокирующая операция если так то процесс номер один может принять этот процесс номер два только после того как он сделал вот эту пересылку а это у нас еще раз напоминаю итерации во времени это значит что у нас после первой итерации вот этой идет следующая итерация вот это но у нас это будет талайс все итерации время равняться время равняться каждой итерации равно талайс после первой идет вторая пересылка вот на этой границе только после нее возможно вот это и так далее и получится что у нас идет передача сообщений последовательно друг за дружкой и у нас растет время пересылок вот в такой в таком виде да но это смотрите произошел обмен на каждой границе но только в одну сторону влево нам нужно все это отправить вправо и получить справа новый получить слева так то есть нам нужно еще то же самое сделать но в другую сторону ведь отправить вправо и получить слева опять на каждой границе у нас две две стрелочки в одну сторону, ну, то есть две стрелочки и две галочки. В одну сторону отправка и в другую сторону с приемом. Получается вот такая структура отправки сообщения. Все сообщения отправляются последовательно, потому что мы используем, используется отправка и прием с блокировкой. Не могут они произойти одновременно. И получается, какое у нас время работы алгоритма будет. Здесь у нас тупиков нет, видно. А? Еще погромче. 12. 12. А что такое 12? Число такое, знаете, на дураке. Это я знаю. А вы почему здесь 12 получается? Откуда, например? 2 и минус 1. Но не минус 1. Минус 2. Минус 2. Почему? Смотри, как скобки поставить. Да. Смотри, как поставить скобки. Смотрите, у нас границ. Если у нас 7 процессов, границ между ними у нас сколько будет? 6. 6 это n минус 1. Но нам нужно отправить в одну сторону. Это будет 1 раз n минус 1. И в другую сторону. Это еще раз n минус 1. Поэтому будет 2 умножить на p минус 1. p это количество процессов. В одну и в другую сторону. А все остальное то же самое. Вот. И получается, что у нас будет 2 умножить на 6. Вот откуда 12. Так. Это лучше, чем было раньше? Чем бесконечность? Чем бесконечность. Ну, вроде лучше. Мы, по крайней мере, уже видим, что у нас время, ну, наверное, меньше, чем tau 1. Вот здесь мы tau 1. Вот здесь оно. Делим на p. Это точно меньше. Тао s большое. Ну, в общем, кажется, что меньше. Но плохо то, что у нас это время пересылок зависит от p. Мы хотим-то p увеличить. Тогда у нас вот эта дробь уменьшится. Да? У нас будет хорошее должно быть ускорение. Но потому что оно вот здесь вот линейно входит во время пересылок. Это нам все портит. Да, ускорение будет, но оно такое будет. Корявенькое. И, помимо этого, у нас не получится четверка. Помните, тогда, когда мы теоретически рассматривали, у нас вот здесь вот четверку хотелось бы видеть. А четверка это что значит? Что у нас время пересылок не будет зависеть от количества процессов. Это будет константа. Вот такое поведение это называется, что у нас время пересылок линейно зависит от p. Это значит, o от p. O от p. O большое. Помните, да? То есть это пропорциональность. А когда четверка, это o от единички. Это константа какая-то. Можно ли сделать вот эту четверку-то? Здесь у нас лучше, чем бесконечность. Ускорение будет. Но вот эта вот зависимость линейно, она портит всю картину. Как сделать четверку? И откуда берется четверка? Вы уже говорили, что разбить четверку. Это не я говорил. Но вообще да. Так, и что это получается? Что-то нечетное, то что? Это вам уже на семинаре говорили? Здесь видно. Здесь видно? Хорошо. Да, смотрите. Вот когда заняты пересылкой нолик и единичка, вот ничто не мешает на самом деле делать пересылку между двойкой и тройкой. Заблокированы только ноль и один. А все остальные, в общем-то, не связаны с этой пересылкой. И блокировка именно с этой пересылкой им не обязательно. То есть если рассмотреть... Сейчас-то второй и третий тоже заблокированы, потому что второй связан с первым. Вот здесь он хочет передать первому что-то, а первый не может это принять. Но если чуть-чуть поменять местами вот эти, отправку и прием, то у нас ничто не мешает, когда пересылают ноль и первый, сделать вот этот обмен. Или вот этот. Правильно? Они ведь могут быть незаблокированными. Если мы это сделаем, то оказывается действительно. А это что значит? Что нулевой принимает, второй тоже должен принять, четвертый тоже должен принять и так далее. То есть каждый четный будет принимать, а каждый нечетный отправлять. Ну давайте так и сделаем. Третий вариант. На каждом временном шаге нечетные отправляют влево. В этот же момент четные должны принять. Принимаем. Принимаем справа. Произошел обмен, одновременный обмен. На одной границе, то есть не на всех границах, а на каждой, ну не знаю как сказать, четный, нечетный, неважно. На каждой границе в два раза, этих границ в два раза меньше. Потом на этой же границе мы делаем обмен в другую сторону. Нечетные должны принимать, а четные должны отправлять. Таким образом мы за две временные итерации, временные в плане пересылки по сети, мы сделаем обмен на одной границе. Осталась вторая граница, вот эта. Сделаем обмен здесь, то же самое. Все, все обменяли. Как у нас получилось? Четыре пересылки. За счет чего? За счет того, что у нас обмен происходит одновременно. То есть есть у нас распараллеливание не только при расчете, но и при пересылках. Видите, тоже можно, я просто не знаю, как зовут человек, который смотрит в телефон. Можно ведь сделать одновременную пересылку, в принципе. Не полностью, но в принципе можно. Замечательно. Только я вас не просил разрешения, я спрашивал. Можно. Замечательно. И что тогда вот получается теперь, если по временам посмотреть? Четыре. Четыре, да, это так. Четыре. И вот теперь, если мы перейдем к ускорению, то вот можно получить вот такую замечательную штучку. А что в этой замечательной штучке в знаменателе? Вот такая штучка, да, которую мы уже рассматривали. Что здесь? Уже нам известное отношение. Тауас к тауце, тауас к тауце, п, н. Только еще добавилось п. Но оно тоже было, на самом деле, когда у нас там с, если с сказать, что это п пополам, то у нас там все равно это появляется. Короче, я к чему я к тому, что у нас все равно это отношение п к н, тауас к тауце, очень часто будет появляться. И в данном случае оно тоже существует. И вот здесь вот сложность задачи. Чем сложнее задача, тем у нас ускорение лучше, чем сеть медленнее, тем она хуже. Чем больше п, то что тоже хорошо, тем лучше. Ну вот, в общем, можно анализировать. Вот эта штучка у нас появляется. Так, давайте вопрос, у нас сколько еще, 20 минут, еще один метод рассмотрим. Пока. К чему это? Это вот к чему. Главным параметром, один из главнейших параметров является, я просто напоминаю, график ускорения. График ускорения, чтобы понимать, как ваша программа работает на параллельной машине. Почему? Потому что, еще раз, она должна решать две задачи. Первое, получить правильный ответ. Второе, получить хорошее ускорение. Чтобы понять, что ускорение хорошее, нужно программу потестировать, или, если у вас нет возможности протестировать, можно оценить. Это раз. Второе, на что, или вернее, что влияет на график нашего ускорения? Ну, понимать, во-первых, докуда он масштабируется, наш алгоритм, сколько можно вычислительных ядер брать, чтобы получить то или иное ускорение. Чтобы потом у вас была наглядная табличка, по доступности, например, ядер, сколько можно использовать и какое вы ускорение получите. На что влияет ускорение? Влияет на ускорение закона Амдала, раз. Второе, интерконект. Третье, то, как вы реализуете пересылку сообщений. Мы сейчас поговорили о законе Амдала, мы поговорили в прошлый раз, сейчас мы о втором способе, ну, то есть о второй причине интерконект. Третья причина тоже. От ваших рук зависит. От бесконечности время пересылок может быть, то есть ускорение от нуля, потом оно может. Плавно загибаться за счет того, что у вас время пересылок зависит от количества процессов. И еще более лучше график ускорения, когда у вас время пересылок не зависит от количества процессов. А это что говорит? О том, как вы это сделаете. То есть лично от вас. Мы вы можете повлиять на график ускорения, просто поскольку вы хорошо или сделаете не очень хорошо пересылки. Это тоже будет влияние. Вот мы это рассмотрели, как это влияет. Вплоть до того, что у вас программа просто зависит. Ну, это понятно, неправильно написана программа. Но вариант номер два и вариант номер три, они вполне жизнеспособны, но до определенной степени. То есть вы можете и так, и так, и вот разница уже будет вообще-то. И мы говорили, и вот в этой задаче уравнения теплопроводности как раз можно почувствовать эту разницу, это первое. А второе, это был один из методов параллельных вычислений, метод геометрического параллелизма. То есть когда мы просто ваш стержень делим на кусочки, разрезаем, и каждый кусочек отдельно считается каждым из процессов. Еще один метод, у нас как раз есть время для того, чтобы рассмотреть, это метод сдваивания. Вот давайте опять же рассмотрим массив, который состоит из восьми элементов, и опять же сделаем сумму элементов. Как теперь можно сделать? Допустим, у нас есть, ну время это понятно, здесь восемь элементов, поэтому здесь n-1 вполне нормально. Есть у нас в два раза меньше процессов, их четыре штуки. Каждый из процессов может взять себе пару и вычислить сумму этой пары, получить четыре ответа. На следующем шаге работает два процесса и получает сумму одной половины массива и сумму второй половины массива. И на последнем шаге работает один процесс, который делает конечную сумму. Так? Теперь, если у нас n является какой-то степенью двойки, то алгоритм сдваивания выполнится вот за такое количество шагов. Мы берем алгоритм по основанию 2 от n. То есть, если у нас было восемь, то выполнится за раз, два, три шага. Потому что 3 это логарифм восьми по основанию 2. Правильно? А с тем на том же процессе сколько элементов? В два раза меньше сначала. Четыре. А с тем не стоит немного? Где? Да, я думаю, что восемь там должно быть, по крайней мере. Восемь, да, а с двадцать элементов? Десять восьмой. Так, десять восьмой, вы про что сейчас говорите? Ключ из элементов массива. Почему десять восьмой? Два в третьей в данном случае. День. Это элементов массива. И это вообще даже не процессов, не количество процессов. Десять восьмой может быть. У вас в задаче там, ну, можно представить себе. Десять восьмой. Десять восьмой. Сначала они должны посчитать, типа, считать, если суммы на своем массивчике по прошлому ритму, а потом не так. Сейчас, спокойно. Мы рассмотрим. Сейчас. Давайте все. Забудьте, что было раньше, да? Мы у нас новый метод. Метод сдваивания. Там восемь элементов и четыре процесса. Давайте на этом остановимся, а потом что-то будем размышлять. Хорошо? А то мы сейчас все в кучу малую смешаем и ни к чему не добьемся. Окей? Тут понятно на картинке? Все понятно? Хорошо. Тогда идем дальше. Вот такое Q получается, да? Это у нас количество шагов для того, чтобы у нас метод сдваивания сработал. Теперь. Ну, это ладно. Степень параллелизма. Это что такое? Это количество независимо выполняемых операций на какой-то стадии. Ну, бог с ним. Ладно. Идем дальше. Время работы, если рассмотрим последовательный алгоритм, это множить tau c умножить на n минус 1. Ну, если n большой, то можно примерно n. Так в голове держим. Значит, если у нас p, это, как я уже сказал, n поделит пополам, то время работы будет tau c сумма умножить на количество таких шагов. Мы здесь сейчас не рассматриваем пересылок. Просто мы говорим о времени, просто понять, как он работает без пересылок. Просто у нас процессы каким-то образом получают результат с предыдущей стадии и просто складывают. Да? Без пересылок. Пересылки мы чуть позже, я думаю, что успеем рассмотреть. Вот такое у нас получается время работы параллельного алгоритма. Если одно на другое поделить, вот такая величина получается. Эффективность. Это s, напоминаю, поделить на p. Если у нас p, n пополам, вот тут вырисовывается 2 на n. Здесь примерно n минус 1 равно n сокращается. Получаем вот такую величину. Нормально это или нет? Ну, более-менее, да. Более-менее, если у нас, смотрите, n примерно 1000, ну, степень двойки 1024, да, то у нас s получится 102, а эффективность примерно 20%. Но если s еще ладно, у нас, смотрите, ну, тоже так себе. p у нас 500, 500 процессов, ускорение 100, ну, пусть будет. Но эффективность прям совсем не очень хорошая, маленькая. А все почему? Эффективность – это ускорение, поделенное на количество процессов. Показывает, насколько загружены процессы в целом. Вот видно, что 20%. То есть мы берем 500, а по факту, после того, как мы все посчитали, оказывается, загружены полностью 100. Ну, это, в общем-то, очевидно, да? Потому что на каждой стадии количество работающих процессов уменьшается. Сначала они все работают, все 500. Потом их работает 250. Потом их 125 и так далее, и так далее. На каждой стадии их работает в два раза меньше. Ну, и они просто простаивают. Можно как-то переиспользоваться? Можно как? Это скорее вопрос как. Ну, сейчас посмотрим. То есть как-то нужно действительно получше-то их использовать, правильно? Потому что, ну, так-сяк. Ну, давайте смотреть. Если у нас n большое, то что можно сделать? Применить уже сюда чуть-чуть метод геометрического параллелизма. Немножечко. Вот если n большое, то вычисление последовательной суммы будет n на tau c. Потом мы этот массив делим сначала на части. Количество частей равно количеству процессов. Сначала вычисляем в каждой части свою сумму. Это будет, значит, вот n tau c поделить на p. Это время вычисления суммы в этих частей. А потом воспользуемся методом сдваивания. Метод сдваивания сколько будет? Тау c, пока без пересылок. Логарифм по основанию 2 от p. Почему от p? Количество изначально было n. Количество изначально было n. Ну, у нас, там, когда дерево и сдваивание, у нас листья в нем пол. Поэтому мы заехали, когда мы не знаем. Так. Часы работали и стало p числа. Да. Да. Теперь мы да. Когда p процессов, вот, посчитали частичные суммы в своих частях, то у нас получилось p ответов. Ну, а потом мы знаем, что количество следующих шагов, следующей стадии метода сдвания, это логарифм по основанию 2, от p, от изначального количества значений или элементов. Хорошо. И теперь мы можем посчитать ускорение. Вот все поделили. Появление количества элементов. Появление числа процессов. Да. Но когда они посчитали свои вот здесь результаты, то они получили p результатов. И получилось p чисел. Так. И теперь эти p чисел, они должны по методу сдвания попарно складываться. Понятно? Хорошо. Теперь мы просто поставляем одно в другое. Получаем s равно вот этому числу. Эффективность равна вот этому числу. Теперь смотрите. Такое вот представим, что p, ну, меньше, чем n. Ну, и желательно как можно меньше. n большой, в общем. p у нас сколько есть, а вот n большое. Сложная задача. И пусть p будет вот таким числом. n поделить логарифм по основанию 2 от n. И подставим вот сюда. Тогда у нас s получится примерно p пополам. но эффективность 50%. То есть вместо p, вот в знаменатель подставляем вот это число. Понятно, почему это получается? Или нужно поподробнее здесь? Как-то многовато в процессе. Ну, было примерно, пополам недавно. Да, было недавно. То есть тогда слишком много на самом деле было. Давайте возьмем большое n или n. Ну, почему? Можно n большое взять. Ну, по примеру, если n равно 1024, да, то логарифм вот это сколько? Десятки будет? Вот, десятка. Здесь будет p равно уже 100. Ускорение будет 50 при 100 процессах. А тогда у нас было ускорение 100 при 500 процессах. Ну, в общем, лучший показатель. Ну, пожалуйста, если у вас есть 500, ну, посчитайте, сколько там n должно быть. Все наоборот, сделайте. Вот. То есть когда мы применяем теперь совместно, два метода, то это вообще говоря, очень сильно нам помогает и улучшает результаты как по ускорению, так и по эффективности. И это хорошо. Дальше. Теперь мы добавляем еще, что можно добавить? Можем добавить еще пересылку. Время затрачиваем на пересылок. Теперь тогда у нас вот здесь вот, где у нас количество шагов в методе сдваивания, вот сюда еще добавится помимо сложения еще и как раз и пересылки. Опять добавляем в знаменатель. Видим, что все эти пересылки опять у нас все портят на самом деле. Вот. И это очевидно, в общем-то говоря, что когда мы добавляем сеть, это у нас все ухудшает, потому что добавляется в знаменатель. Так, теперь, где этот метод сдваивания можно использовать? Ну, во-первых, просто при обыкновенном там сложении, потом при всяком агрегировании, да, умножение, сложение, там, поиск минимум, максимум, все это можно. Еще это можно использовать при рассылке, если один, то есть сделать его обратно, пустить в обратном направлении, можно сбор данных, в принципе, сделать. Есть специальные операции в MPI, которые делают сбор данных. Это gather, и, ну, они вот собирают, не по такому же принципу, а просто один все собирает от всех. Есть еще там, есть еще broad cost, то есть такая рассылка, ну, broad это широковещательная, типа. А один процесс, отправляем одну и ту же операцию всем остальным. То есть есть сбор, есть рассылка. Вот можно это сделать, улучшить эти алгоритмы, встроенные в MPI, с помощью метода сдваивания. В одном случае у вас, как я показал, сверху вниз идет, и в итоге собирается вся информация в одном процессе. А если один процесс хочет одну и ту же информацию достать всем остальным, то можно сделать в обратном направлении. То есть можно разные способы, не реализации, а применение этого метода сдваивания придумать и иметь в голове. Все у нас осталось где-то немного, минуты четыре, поэтому давайте на вопросы, если они есть, я отвечу. Там еще есть в материалах, посмотрите, топология соединения процессоров в процессоров в машине. Ну, для общего развития. Я на это время не стал тратить. По-разному можно процессоры соединять в параллельной машине. И они в хронологии, то есть в историческом порядке примерно так все и шло развитие, усложнялось, усложнялось, и там есть интересные моменты. Потом сами почитайте. Давайте, вопросы, если есть, задавайте. Что непонятного или что нужно прояснить? Ну, ладно. Хорошо тогда. Если все понятно. Ну, конечно, за два занятия трудно что-то уместить более-менее полезное, но хотя бы то, что есть. Хорошо, тогда я сделаю какую-то квинтэссенцию того, что я рассказал. Значит, что было? Мы посмотрели о том, почему параллельное программирование нужно изучать в том или ином виде. Потом рассмотрели примерную классификацию параллельных машин. И как это связано с этой классификацией библиотеки параллельного программирования. У нас там были машины с массовым параллелизмом, которые делились еще на два больших подкласса. Это машины с распределенной памятью и машины с общей памятью. И вот для машин с распределенной памятью предназначен там MPI, если говорить более-менее сухо. Для машин с общей памяти предназначена библиотека OpenMP. Это самые популярные на данный момент библиотеки. И вообще говоря, знать их было бы неплохо. Ну и теперь, если говорить об MPI, в принципе все то же самое относится и к OpenMP, но там вместо времени на пересылку по интерконекту, там уже будет время связанное с синхронизацией потоков. То есть там тоже будут накладные расходы, они будут немножко другие, поменьше, но они все равно присутствуют. То есть в принципе здесь, если есть ТАОС, время пересылок, то это просто накладные расходы, которые не связаны чисто с вычислениями, но они всегда будут где-то присутствовать, так или иначе. И мы рассмотрели по крайней мере три причины снижения ускорения. Первое это просто связано с тем, что не всякий алгоритм может быть распараллелен, и если он не может быть распараллелен, то параллелить его не надо. Мы видели, что даже небольшая часть, которую нельзя распараллелить, очень сильно влияет на ускорение. Вторая причина связана с самой машиной, не с алгоритмом уже, а с машиной связана, с ее техническим несовершенством, и это тоже влияет на ускорение. И третья причина, это связано уже, возможно, уже с несовершенством человека, как он подойдет к вопросу реализации пересылок. Ну, я так утрирую, конечно. То есть зависит уже другая причина, связанная с самим человеком, как он это реализует, как он реализует алгоритм передачи сообщений, к примеру. То есть есть алгоритмическая, машинная и персональная ответственность за то, что ускорение может быть нехорошим. Все. Ну и немножко поговорили о возможных методах параллельных вычислений. Как можно ускорить тот или иной алгоритм по каким схемам. Ну все. Примерно вот это и было. Примерно вот это и было.